Спас людей от смерти, а теперь сам рискует быть убитым. И все это от бездействия правоохранительных органов. Дмитрий Глухов защитил свою соседку с двумя маленькими детьми от обезумевшего мужа. Причем спасал он их дважды. А потом еще этот муж решил отомстить и исполсовал Дмитрия Глухова ножом. Но правоохранительные органы не вмешиваются. Чтобы привлечь внимание, пострадавший с плакатом пришел к зданию городской прокуратуры. Спас троих людей от гибели. Получил сам ранение. Обратился к сотруднику полиции Сорумского РУВД. Тебе бездействует уже четвертый день. У меня человек с ножом не охотится. Я дома не живу просто на все. Мне либо самосуд устраивает над ним, либо я попросил у них помощи. Три раза просил помощи у них. Прямо изолируйте его от меня просто на все. Не хотят ничего делать. Не хотят. Даже участковый не позвонил. Прямо от ножа. Человек, ну, реально, то есть он специально обученный, то есть убивать. Ребенок маленький. Спасите, помогите, меня мама убивает. Вот такой. Ну, там вот, малыш на сколько. Куда забегаем, там кровать. Она не лежит, то есть вот так вот. Она уже синяя там криктит. Вот так вот, все. Если бы не они его удушали. Да, он бы ее прям убил. Я его быстрее в подъезд, ну, вроде все нормально, все нормально. И говорит, ладно, я пойду. Я дверь-то закрываю, в глазок смотрю, а у него ножик, он стучится. Говорит, открой дверь. Я вещи свои заберу и уйду. А этот дурак открывает. А он, видите, как дверь-то расположена. Я свою дверь-то вот так открываю, с ноги его вышиваю. То есть я его роняю туда, прям в угол. То есть мы как бы вместе с ним кувырим. Утром-то его забрали, часов 5 или 6 часов, и тут уже 10-ти, наверное, не было. Ну, вроде бы не 11. Ну, сразу заходит и сразу хватается с ним дураку. Поворачиваешься, а он у меня лицом вот здесь стоит. Видите, там все ножи находятся. И я сразу, то есть вот, и что? И у нас тут начинается дурак, вот. Бах-бах. Он чуть не служил, и после этого, видать, у него вот такие сдвиги. Ведь это не в первый раз, ведь он ее уже много раз сбил. Я слышала сама, своими ушами. Детейшек и пугать. Ниже двое детей, перепуганы все дети. Так тоже со стороны милиции относиться, это тоже нехорошо. Вообще, вообще, ты с нами все видел. Ну, не прошло, ну, 3 часа, и он уже снова появляется. Я говорю, если он опять придет, меня будет резать. Еще раз вызывайте. Ничего себе. Он может, он подъедет, прибыль с караванки пробует. У нас не милиция, не полиция, а черт знает что. Я все не халю. До тех пор, пока ее бьют, вот не зарежут, они палец об палец, ничего не сделают. Мы сознательно не показываем вам ни мать, ни детей, потому что им и так нанесена серьезная психологическая травма. Где скрывается вот уже третий день нападавшей, неизвестно. Дмитрий Глухов в полицию обращался неоднократно. Там заявление принимают, но помочь никак не могут. Вот послушайте, как проходят разговоры с полицейским дознавателем. Вы не прошли полностью лечения и не долечились. По материалу проверки решение не может быть принято. И что мне теперь, дома не жить? Переезжать куда-то с Станиславского, а не дома не жить. У вас там райончик такой. Нормальный район. Просто вы так работаете, понимаете? Вы его отпустили, а он ко мне опять в квартиру залетел. А на сколько нам его задерживать? Если у нас законы предусмотрены в 3 часа. Вы знаете как? Наркоманов вы сажаете на сутки, а убийц вы сразу через 3 часа отпускаете. Вот если бы я не вмешался, он бы убил троих человек. Вот как мне быть в этой ситуации? Не вмешиваться? Напишите Владимиру Владимировичу Путину. Конечно, я все буду писать. Я уже куда написал? А завтра в НТВ. Вот получается, что программа по защите свидетелей в России на бумаге вроде бы есть, а на деле вроде бы нет. Дмитрий Глухов написал сейчас обращение в прокуратуру, но на какой период растянется решение этого вопроса, сказать сложно. Продолжение следует...